ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возь, не шла тут уведливая в Урт-Превалейшин, сапалдуй, Возь. Тады, может, вы распорядите нам свою историю? Да, с удовольствием. В 19-м году начали с историей. Основал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я? Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня было несколько музыкальных идей, которые я записал, банально записал, на компьютере, на гитаре, на 10-м классах. Искал вокалистов в своей идее. Чисто случайно познакомился с Алексеем Скуратом, на одной из птиц у наших друзей, наших друзей. Закинул мне пассету. Алексей сделал на правильной партии. И очень-очень понравился моему Алексею. Он умеет его вокал. Поэтому музыка сразу же начали. Далее практически сразу же мы издали его материал, потому что идеи очень приведенные были. Он быстро сделал тексты. Отдались это делать, наверное, на ночью Юрик. Там, в общем-то, было уже все готово. Ну, вышла небольшая девушка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ого! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, тем не менее, Дэм отдаю не издал. По этому времени. Пока Дэм издавался уже в таком году, мы с вами был полный альбом. Буквально через битву год издал себе первый альбом наш. Издали его на продакции. По этому времени. Ну, очень интересно было. Могу сказать, что какая-то интересная промоция была, а что так? Ну, нет. Просто издали со слов Саши, ну, про рекорсу. Ижали, что там. Я с этим их не покупал. Потом записали следующий альбом. Буквус Афин Флэш. Наверное, самый удачный. В плане. В плане, наверное, опять-таки, вот этого по словам, про Мош. Мы подписались с Афиномой группой российскими. И, если Синомия, более-менее что-то пристойное с нами сделано. Были лицензии Дарт-Сити. Закидывали за рубеж. Но там... Закидывали за рубеж и для того, чтобы вообще создать запросы. И, на самом деле, были такие хорошие планы. После 2004 года. Может быть, действительно собрать коллектив, выдавать концерты. Но был виден действительно результат. Но, к сожалению, потом, в некоторых случаях, есть какие-то модельные проблемы. По-моему, он сейчас не знает, если он работает, а может, даже, что не работает. Следующий альбом, который мы издали, на том же Art Music, альбом назывался «На реальность». К сожалению, мы получили промоцию. И все постепенно, действительно, облом получили. потому, что Алексей вышел поле. Пока что, пока что все завершилось изданием нового альбома «Сознание». Да, за все ожидания выступать. А вот тут Белоруссия. Белоруссия. Смысль в чем? Обращаясь к нашему вопросу. Частый вопрос, на самом деле. Ну, я еще раз говорю. Про это можно говорить и говорить. Просто выступать – нет. Конечно же. Если выступать… Здесь сразу очень много, получается, таких внутренних парков, внешних парков, которые вы получаете. Техника сразу же. То есть одно… Для записи альбома нужна одна тема. Для элбома сети нас совершенно нравится. И уровень игры, и банальная тренировка. Помещение, ну, опять-таки, работа со звуком в студии, работа со звуком, опять-таки, на разные вещи. Но мне это главное. Главное, то, что, в принципе, очень-очень много времени для того, чтобы поддерживать этот живой выступ. Записывать идеи можно продолжить. Живой выступ, к сожалению, это уже не совсем. Поэтому, если делать живой выступ, и мы делать на уровне уже действительно успеваемый процесс. То есть уже в плотном подходе действительно пропускать себе свободное плавание и уже в плотной-плотной заниматься бизнес-проектом для ее мыши. В активном случае давать сядь на концерт в год, никакого смысла нет. Просто будет очень много времени, и даже, наверное, по данным приближениям в том, что это будет идти. Провокационные пытания. Да. А почему в городе Беларуси на русских гурт-револейшен спевая, ну, ранее вы спевали на английском, а завтра шамусите на русском? Ну, ты достаточно простой. Изначально действительно был тех, на английском языке. Это было действительно не банального стереотипа, как музыка нужна исполняться на английском. Стереотип такой, это совершенно, по-моему, нормальный, но очень многих есть. И мы точно так же не начинали с английского языка. Потом, да я даже сейчас не вспомню, я была идея в давно на том же Альбоменфоркции с Африн Флэш попробовать сделать за день. Пойдем вперед. Причем каверы попробовали нам очень понравились. Слушайте, это очень понравилось. Мы решили, что это интересно. А потом поняли, что в принципе английский язык уже и не настолько актуален. В гораздо интереснее делать на русском. Теперь вопрос почему на русском? Почему не на беварусском? Я думаю, я думаю, Алексей Дмитровский. Ну, кроме все прочие вещи, у меня отличаются. Поэтому, ну, можно еще дальше проводить на русском. Белорусский язык, вообще-то можно разнить по-моему, живой он сейчас или мертвый, но сейчас он просто нашей стране, мне кажется. По-моему, очень мало сейчас народу разговаривает на белорусском. Ну, его можно найти. можно, но какой процент отменить? 2 0 1. Вот. так. Ну, вот, как-либо, слушайте, не слушайте за сценой Белоруссии, музыкой, металлической вас. Пытание, верно, Тупцовое. Кто виноват? Тие есть будущее белорусской сцены в Белоруссии, как металлической и Краины. Не пусть едешь в этой черте. Скинул на меня, да? В будущем есть любой справа, даже в белорусской. Даже пусть они поют и на русском, и на белорусском, неважно. Объясню почему. Есть стремление у многих что-то делать, качественно делать. Таких людей много, довольно. Если смотреть по тому же Майспейсу или где-то еще, то есть вот такие на Last FM много иностранцев пишут. И пишут, что да, вау, great music, keep on moving, keep on doing what you do. BlackFont белоруссии могут металлу. А вы навязывали наш сайт? Ну, я насколько знаю, вы молодой проект, поэтому еще все впереди. но тот, кто зашел на сайт уже будет на него опять выходить снова и снова. Потому что освещаете правильную сферу белорусского андеграунда, то есть самые интересные стараетесь события освещать, самые интересные луты. и 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 Да? Слушайте. Вы же играете. Делайте то, что нравится. А какая музыка больше вам подобается? Я это слово выражение «свободу». А какие металлы вам больше подобаются? В другом плане есть и по стилистике, либо... Ну так, так, так. Ну, по жанрам. По стилистике? Ну, я думаю, что и Сергей Ян слушаем абсолютно по разносторонней музыке, начиная классической, да, и заканчивая тяжелыми направлениями какими-то. То есть неограниченность. Ну, я про металл думаю. Если говорить про металл, то тут, конечно, для меня лично... Ну, Сергей может еще расскажет. Для меня все-таки преобладает, наверное, Doom. Как ни странно. Ну, фольк люблю, фэган, да. И, может быть, еще здесь как-то подумаю. На уровне с этими, под жанрами. Да. Ну, опять-таки, тут ровно, то, что Коля сказал, совершенно справедливо. На самом деле, раньше, может быть, можно было сказать, какую металлу слушаешь. Я, например, помню, прям в 90-х годах, 50 кассет дают. Ну, да, можно сказать. Сейчас когда-то 50-100 гигабайт музыки, это... Слушай, выбор просто огромный. Да, если он интернет скачал, то понравилось. На самом деле, может понравиться и... Ну, совершенно там различные программы, допустим, да. И фольк, и деда, и хард-рок, и дум, да. Как куча интересных команд, так и куча. А вы понимаете, в связи с некими иншеземными, скажем так, бандами, которые в Райвис, ну... Пытано, 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 пытано. С шестземными я начинаю. Ну, бандами, это же в Райвисе. В Райвисе с несемным местом. Маба деда! Догосвета! Нет, с шестземным местом. Я, честно говоря, не очень много общаюсь по себе. Да я вообще как-то работаю, очень много времени занимаюсь. Не только с музыкантами, но вообще не очень много общаюсь. Николай. Ну, я, в принципе, да, у меня много друзей в Беларуси, музыкантов. Не сказать, что я сильно общаюсь с зарубежными. Скорее всего, если какие-то вопросы меня интересуют, да, я найду человека, допустим, на том же Фейсбуке, спрошу у него, как, допустим, было с Сатурнусом, да. Волновал вопрос всех, когда же у вас наконец, блин, выйдет альбом, ребята. Вот, они долго молчали. Но все-таки ребята, как сказать, оказались довольно общительные. Вот, и они поделились планами по поводу. Так что по весне, где-то они в мае, наверное, обещали что-то коммунтить. Ну, это если говорить именно по этой теме, общаемся. Я общаюсь, да. То есть, если мне что-то интересное, я узнаю, там, именно у музыкантов, скорее всего. Потому что бывает так, что информации нету никакой, да. Вот. Многие любят группы, особенно именно думовые, да, тоже куда-то пропадать, да, и что-то делать. А потом, как у них альбомы живут, да. Намного интереснее общаться, допустим, с теми же россиянами Эби Сфер, да. Я вот общался с вокалистом, да, с гитаристом. Спрашивал у них какие-нибудь планы там вообще, то есть, и что они думают там по поводу нашего альбома в частности, да. Делить мнение, вот. Можно сказать, что общаемся. Ну, вы по тропедни про планы. Расправедите. Их много. Они есть, да. Как сказал Сергей, хочется тронить. Группа не остановилась на выпуске моего альбома. Хоть и, если честно, промоусов было мало, да, вот говоришь, не знает никто такую группу в основном. Вот. Но планы есть, да. И причем мы, опять же, хотим сделать что-то, то, чего уже не делали. Что-то поменять. Как-то какие-то новые элементы внести. Если говорить о том, какой формат будет, да. Мы с Сергеем обсуждали. Наверное, это будет все-таки двойной диск. ЖКО. И планируем задействовать музыкантов других групп. В частности, вокалистов. Причем довольно известный групп. Пока не буду говорить каких-то, наверное. В том числе, в том числе и белорусских, да. Но это пока секрет, да. Одна есть гостья с Италии, вот. Которая хотела бы у них участвовать. Вот. И белорусская вокалистка. И я так планирую, что, скорее всего, вот первый диск это будет абсолютно какой-то новый материал, да. Второй диск будет, скорее всего, с каверами и с приглашенными вокалистами. То есть такого формата. Опять же, когда это все будет, мы не знаем. Будет ли. Будет ли, да. То есть это в планах, вот. Постараемся. Постараемся. Постараемся порадовать слушателей. И тех, кто постоянно спрашивает, когда будет новый материал. Вот. Надеюсь, что вам будет скоро. 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 Будем шокать. Субтитры сделал DimaTorzok Там, где кладбище снов и нету могил, нету могил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok